Приветствую вас. Давайте мы с вами разберем то, что вы написали. Значит, первое, что хочется уточнить, это откуда вы узнали, что у Муни друга? Как вы узнали, что у него друга? Знаете, я не очень доверяю, как всяким, ну, каким-нибудь там, не знаю, третьим лицам, да, вот чему-то такому. Не очень этому доверяю, потому что, ну, мне кажется, что третьи лица, они могут и, в общем, наврать, и что-то еще сделать, вот. То есть, как бы, нужно все-таки проанализировать источник, прям достоверно, достоверно ли вы это знаете? Ну, вот, то, что у него друга. Дальше, вы пишите, мне он ничего не говорит, перевозить туда не хочет, говорит, пока его все устраивают, я, типа, не знаю, как сойти, не сойти с ума и семью сохранить. Спасибо. Сяди с ума, от чего? А этот год, ээээ, сын, сын одиннадцатый класс заканчивает. Вот, это вот, правильно, как мой коллега сказал, да, похоже на страх одиночества. Вот, то есть, эээ, а где вы, да, на всей этой ситуации? Вот, вы где, где вы, где ваши желания, где вы, где вы, как личность, знаете? То есть, в мне история видится такой, что вы, чересчур, сильно нуждаетесь, например, в своем муже, вот, ээээ, без него вы не можете, у вас, ээээ, к нему там, ээээ, чуть ли независимость, чуть ли независимость, ну вот, и, соответственно, вы боитесь, что останетесь с одной. Вот, а плохо вам было, потому что вы, там, к примеру, ну, опять же, это просто из-за, как бы, как бы предположения, да, вот, плохо вам было, потому что вы, например, там, слишком давили на него, вот, да, прям, очень сильно вы на него давили, допустим. Вот, и вот вы на него давили именно из-за того, что вам было нужно от него что-то. То есть именно вот вы на него давили, потому что нуждались, нуждались в нём. Вот. Вот мне почему-то видится это так. Мне видится почему-то это в таком формате. То есть чрезмерная такая нуждаемость в его мужа. И вот то, что вы поняли, что без него не можете, да, это тоже очень важная история. То есть вы поняли, что вы в нём очень сильно нуждаетесь. Вот. Это, конечно, хорошо и здорово, что вы поняли. Но совсем хорошо было бы, если бы вы для себя определили бы, в чём конкретно вы нуждаетесь, то есть почему конкретно вы не можете без своего мужа. Да. Вот. И... В чём именно вы нуждаетесь? Вот. Вот. Для чего? Для чего? Для чего? Вы, к примеру, хотите, да, вот прям, ну, к примеру, для чего вы хотите наладить отношения со своим мужем? Так вот. Зачем вы хотите это делать? Для чего вам это нужно? Допустим, допустим. Это вот тоже очень важная история, если мы хотим понять, что конкретно с вами происходит. Если мы хотим понять, что с вами мы хотим понять, грубо говоря, ну, грубо говоря, вашу историю и помочь вам. Вот. Вот. Это очень важно. Это прям, прям, прямо вот очень-очень важный момент. То, что вы хотите наладить отношения, да, вот, с мужем своими. Ну, это, это хорошо, что вы хотите наладить отношения с мужем. Но вопрос, он, ааа, заключается, ааа, скорее в том, опять же, для чего вы хотите наладить отношения с мужем? Зачем вам это? То есть, что ему будет, условно говоря, да, вот, что ему будет, ааа, от того, что вы, там, наладите отношения с мужем? Ааа, вы также, значит, пишите о том, что вы жили плохо. Вы жили плохо с мужем, ну, последнее время, вот, до его переезда. Вы жили плохо, а, в чем плохо, плохо проявлялся? То есть, откуда такая оценка, откуда такое оценивание? Вот. То есть, это, на мой взгляд, вот, эээ, тоже такой важный момент. Эээ, если мы хотим, вам, опять же, вам, опять же, помочь. Да? Вот. Потому что, потому что, без этой информации, эээ, ну, нас, по сути, возможности, эээ, возможности, никакой, нет. Без этой информации, эээ, помочь вам. К сожалению. К сожалению. Вот. Поэтому, я могу вам, вот, ответить только, только так. То есть, вот, только, в таком, в ключе и, эээ, в таком порядке. Вот. А вы пишите, что, я люблю мужа, а мы вместе, в 17 лет. А, как, как, как проявлялась, проявлялась любовь, любовь, любовь к мужу? То есть, вот, эээ, ну, конкретно, как она проявлялась? Что вы понимаете, эээ, под любовь, под любовью? К примеру. Ну, вообще просто, вот, для себя. Что вы понимаете, под любовью? Тут, мне кажется, это, точно такой, очень важный момент, потому что, эээ, определить, что конкретно вы понимаете, под любовью, эээ, на мой взгляд, очень важно. Вот. Для нас, два. По крайней мере. Вот. Так что, тут, вот, тоже нужно поисследовать. Поисследовать, эээ, чего вы, к примеру, значит, всё-таки хотите. Вот. А, значит, что вам нужно. Да? Вот. И самое-то главное, самое-то главное заключается в том, что удержать отношения, первостепенная задача, а не восстановить отношения. И для этого вам нужно менять, для этого вам нужно меняться. Вот. Для этого вам нужно, на самом деле, меняться. То есть, работать над собой, больше ориентироваться на себя, и, соответственно, уже, я, чтобы муж увидел, что вы хотите, что вам нужно, и так далее. Вот. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. По факту. Это, в принципе, то, что я могу вам выразить. Соответственно, в зависимости от того, в каком направлении вы готовы работать, да, можно будет вам помочь. А, в моём понимании, вам необходимо делать всё, что, в общем-то, указал мой коллега, вот, Кудрячёв Игорь Леонидович. Это, прям, оптимальный для вас вариант. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Информации, на самом деле, очень мало. Вот. Но, чтобы наладить отношения, гармонизировать, их нужна работа. Если вы к этой работе готовы, работать, в первую очередь, над своими собственными страхами, над своей собственной ответственностью за то, что происходит, и над корректированием своего собственного поведения, то милости прошу в связь к любому из экспертов. Мы вам поможем. Если у вас остались вопросы ко мне по моему ответу, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали. 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 Продолжение следует...